Вообще достаточно сложно выделить что-то одно, но я, пожалуй, сначала расскажу о интересном опыте, а потом расскажу о случае, который заставит вас улыбнуться, я надеюсь. Так вот, история номер один, назовем ее очень интересный опыт в сфере иллюстрирования. И сразу небольшой спойлер, этот процесс еще в самом разгаре. Сейчас я работаю над разработкой стиля иллюстрации для визуальной системы бренда. Первое, что тут хочется сказать, это то, что работая над такой задачей, приходится учитывать очень много факторов одновременно. И совместно с арт-директором мы собрали и продолжаем этот процесс изо дня в день, большую подпорку аналогичных кейсов, ну то есть как другие большие компании используют иллюстрации в своем визуальном языке. Иллюстрация в данном случае это ненесущая конструкция для всего визуального языка продукта, но она может быть использована в самых разных случаях и принимать очень разные формы. Ну например, у этого бренда, помимо внешнего языка визуального, есть свой внутренний HR-бренд. Это как бы язык для своих. Ну вот согласитесь, нехорошо, когда в доме с гостями вежливо и встречают их в лучших нарядах, а когда посторонних глаз нет, все там ходят непричесанные и кричат друг на друга. И так и с внутренним голосом компании. Диалог внутри команды, он всегда более открытый, более дерзкий, такой веселый. Он по-прежнему уважительный и доверительный. И говоря о цифровых продуктах компании, это интерфейсная иллюстрация. И такие картинки добавляют внешней и визуальной структуре из кнопок и текста такой дружелюбный налет. Они помогают пользователю определиться с выбором в нужных моментах и, конечно, сгладить неприятный опыт использования в случае, если что-то у него пошло не так. Есть и маркетинговая иллюстрация или рекламная, коммерческая, которая должна увлекать, быть максимально сочной и красивой и при этом передавать все основные принципы, которые несет в себе компания. Ну и возвращаясь вот с описанием собственного опыта, сейчас мы действуем методом проб и ошибок, то есть фактически в некоторых моментах так продвигаемся вслепую и проверяем какие-то теории в действии уже как бы на живом, то есть сразу выпускаем какой-то продукт с моими иллюстрациями, смотрим, работает это или нет, какой отклик, как это все выглядит и как люди на это реагируют. Ну, конечно, опыт настолько же интересный, насколько и сложный, но без усилий сложно получить что-то стоящее, поэтому мы не отчаиваемся. Ну, а теперь будет смешная история. Однажды мне написал один мой знакомый арт-директор, уже другой. Он открыл студию дизайна интерьеров и к нему часто обращались всякие владельцы разных кафе и ресторанов, которые открывали новые места, и им часто нужны были иллюстрации и графический дизайн. Ну, там графический дизайн и иллюстрации в основном для меню, для интерьеров, что-то такое. И он часто обращался по этим вопросам ко мне. И однажды в один прекрасный день он написал, что у него для меня есть работа. Я, конечно, этому обрадовалась. И какой был клиент? Ребята открывали такой фуд-трак-кафе под названием Ван Дог. И концепция была примерно такая. Это хот-доги и Ван Гог. Ну, а может быть, хот-доги и Ван Дам. В общем, я сразу представила себе какое-нибудь дерзкое заведение где-то на улице Рубинштейна между рюмочной и барбершопом. И, разумеется, я с удовольствием взялась за этот заказ, потому что он такой крутой и дерзкий. И именно, сколько я помню, нужно было меню, логотип и несколько иллюстраций. И Дима набросал в огурцах свою идею. Это Ван Гог с бургером вместо лица. Ну, эта идея мне пришлась по душе, как вы уже поняли. И в результате у меня получилась серия таких жутковатых лавкрафтовских картинок. И, как мне казалось, это было именно то, что должны были транслировать эти ребята. И закончилась эта история, ну, достаточно, ну, вообще-то прозаично для мира иллюстрации. Ну, заказчик остался всем доволен. Мне за все заплатили, похвалили. Но в работу почему-то ничего не взяли. Ну, вот почти ничего. В общем, увы, эти работы так и не увидели свет, но этот заказ, он мой самый любимый. Продолжение следует...